Всем большой привет! Начинаем новый блог! Ладно. Кстати, с этой стороны я вам еще свой слуцк не показывала. Это набережная реки Случ. А там, вон там, за теми зелененькими домиками, вон виднеется моя гимназия. Вон она. Я вам в следующий раз как-нибудь поближе ее покажу. Я там училась с третьего класса. И до самого конца, в принципе. Забрала посылочку с почты. Моя любимая косметика. Я, если честно, без нее как без рук вообще. Когда кожа к чему-то хорошему привыкает, все остальное уже как-то не очень воспринимается. Детский шампунь заказала. Он идет без слез. Младенчество можно им пользоваться. Моей Алиске очень нравится. Самое главное для нее, что ей не щипит глазки. Гаммаж пилинг для лица. Наконец-то новая упаковка крема моего любимого. Шампунь для волос. О, вот эта вещь. Без нее я сейчас вообще-вообще не представляю свое мытье головы. Потому что это пилинг-шампунь. Это похоже на крем-подобную субстанцию такого оранжа-желтого цвета. Я втираю в кожу головы. Этот пилинг-шампунь очень хорошо убирает ороговевший слой кожи с головы. Потому что обычно мы этим как бы пренебрегаем, но для кожи головы тоже нужно достаточно хорошее очищение и отшелушивание. Поэтому я без него никак. Каждый мытье волос. У меня сначала идет пилинг-шампунь, потом обычный шампунь, потом уже бальзам. Смотрите, какую красоту мне положили. Прям сегодня вечером с чайком с кушаем. Вот еще с любовью от... А, это Наталья, наверное, упаковывала. Это двухступенчатая система чистки зубов. Самое интересное, что у этой косметики вообще, в принципе, нет нигде никакой рекламы. Ни в соцсетях, ни так, как обычно, знаете, в телевизоре рекламируют гарнир, там, мебель, ну, всякое такое. Ее вообще нигде не рекламируют. Это, знаете, работает как сарафанное радио. Вот однажды человек, попробовав, может потом рекомендовать своим друзьям, своему родственникам. Я прекрасно понимаю, что для меня уход за лицом, за волосами, за своим телом намного важнее, чем дополнительно какой-нибудь платьюшкой или какие-нибудь вкусняшки. Поэтому лучше я на чем-нибудь таком сэкономлю и куплю себе хороший уход. Короче, переехали мы в Гургаз. Сейчас я закрою окошечки, чтобы никто меня не слышал. Мы, блин, заплатили за то, что нам пустили там, сколько там, 30 метров, наверное. 30 метров просто газовой трубы вот так вот вокруг дома обвели. И, получается, подключили к нашей системе. Мы, блин, за это заплатили 1700 белорусских рублей. Я напишу, сколько здесь в долларах. Это просто нужно было трубу вот так вот по фасаду прикрепить. Мы сделали кучу манипуляций. Сейчас мама уже целую часть сидит в этом долбанном Гургазе. И никто ничего не чешется. Мне кажется, иногда, что они просто приофигели. Слишком жирно им живется, потому что работать никто не хочет. Деньги получают вот за вот такие вот работы. Что вообще? Вот серьезно. Это такая сумма. Для нас она достаточно ощутимая была сумма. Мне вот интересно, на кого рассчитаны вообще такие ценники. Потому что у нас средняя зарплата по Слуцку, на минуточку, 400-400 рублей. Людям надо сколько месяцев не есть, не оплачивать коммунальные услуги, чтобы накопить такую сумму. Это даже без учета газового котла и всех этих вот манипуляций с этими, с батареями. Потому что там еще столько же в сумме получилось. За что, Слуцгаз, вы берете такие огромные деньги? Скажите мне, пожалуйста. Золотом трубы покрываете или что вообще? Короче, меня немножко бомбануло. А еще мне больше все бомбануло из-за того, что мама реально сидит там целый час. Она просто сидит и ждет. Ждет чего? У нас бюрократический этот аппарат, вся вот эта вот волокита бумажная, это просто до такого абсурда иногда доходит, что у меня реально нет никаких нормальных, адекватных слов. Поеду, короче говоря, пока поделаю свои дела, потому что, судя по всему, ей там еще как минимум полчаса сидеть. Скорее всего, к ней пока еще никто даже и не выйдет. Ладно, все, поеду. Напрягла и вас еще тоже. Ой, мамочки. Вам, наверное, вообще ничего не слышно, но ветер сегодня просто очень-очень-очень сильный. Вот у нас, посмотрите, каким образом уже этот вход. Отштукатурили. Маты. Вот, уже утеплили, утеплили уже стеночки. Реально очень-очень ветрено, мне кажется, что обещали оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Поэтому свою машину под деревьями я сегодня точно парковать не буду. Нам нужно было приехать в Солигорск, чтобы найти здесь дуб. Теперь мы берем, собираем желуди, потому что у нас нигде в пределах нашей доступности ни желудей нормальных, ни других таких интересных штук нет. Поэтому мы отдельно собираем шляпки, отдельно сами желуди буду дома склеивать для венка на Новый год, скорее всего, буду использовать. Вот так-то. Главное, чтобы на меня сейчас сверху птицы не сернули. Будет не очень приятно. О, вот еще шляпка. Нет, не закрывайся. Нам надо выезжать. Вот так. Спасибо. Мы сейчас возвращаемся домой из Солигорска. Это огромные горы. Их видно, кстати, даже у нас в деревне. Особенно, когда они моргают светом ночью. Здесь добывают калийные удобрения. Кстати, это только часть. Есть еще с другой стороны. Вон там еще чуть-чуть есть. И вон там. Вот там. Я сейчас морально настраиваюсь на то, что мне в течение следующего месяца нужно решить вопрос с зубами. Иначе я это могу оттягивать еще очень-очень долго. А это значит, что мне нужно починить, вылечить те зубы, которые у меня требуют этого. Плюс вырвать 4 зуба мудрости. Я, наслушавшись того, как это больно и неприятно, и как потом отходят люди от удаления зубов мудрости, немножко побаиваюсь. Я определенно точно буду это делать. Но прежде чем мне полностью вылечить зубы, я задалась целью, насколько это можно в домашних условиях отбелить зубы, для того, чтобы потом сразу же поменять световую пломбу на одном из передних зубов. Сейчас я прохожу курс отбеливания от Rijal. Сейчас я уберу помаду, чтобы она мне не мешала. Надеюсь, что моя губа меня не подведет и не треснет. Было бы очень обидно. Короче, у меня уже вторая упаковка заканчивается. И это значит, что я уже на финишной прямой. Вот таким вот образом достаю полоску. Я опытным путем пришла к тому, что сначала лучше наносить на нижние зубы, а потом уже на верхние. Первым наношу на нижние зубы. Раскрываем и на верхние. Вот так. Снова немножко пошепеляем, потому что без этого никак. Пускай немножко растворятся, я потом к вам вернусь. Ну что, около 15 минут прошло. Не знаю, как это работает, но я каждый раз вижу результат. Особенно относительно того зуба, который мне нужно переделать. Как я уже говорила ранее, на этом зубе стоит световая пломба, и он не отбеливается. И он по отношению ко всем остальным реально выглядит желтее. Чем все остальные зубы. Я пробовала и другие отбеливающие полоски. Но самое гадкое, что после них возникает, это жуткая чувствительность зубов. Я реально ни холодной воды не могла попить, ни поесть чего-то холодного. Даже банально мою любимую мороженку я не могла съесть, потому что реально начинала ломить зубы. Это неприятно, согласитесь. Плюс к этому мне очень важно было, чтобы эмаль не портилась. А в этих полосках нет ни перекиси водорода, ни карбамида, который разрушает эмаль. Я когда уже добью эту вторую упаковку, я запишусь на прием к стоматологу. Я не знаю, многие говорят, что они после удаления зубов мудрости реально сидели на фруктовых пюрешках, на мясных пюрешках, потому что больше ничего они просто физически есть не могли. И меня это очень пугает. Я даже боюсь представить, что это будет за ад. Если у вас был опыт удаления зубов мудрости, пожалуйста, напишите мне в комментариях, как вы это перенесли. Болело, не болело? Чем вы питались в период восстановления после удаления? Пожалуйста, ну хоть немножечко меня успокойте, потому что у меня реально уже голова кругом, потому что столько всего помимо этих зубов еще на меня навалилось, что у меня сейчас только по поводу зубов еще переживать осталось. Вот. Кстати, сейчас, кстати, у Райджел проходит акция, по которой вы можете купить три вот таких вот упаковки по 28 полосок по цене одной упаковки. Если вы хотите предварительно протестировать продукт, прежде чем покупать несколько упаковок, можно приобрести от одной упаковки товар по промо цене на Wildberries. Акционных товаров не так уж много, поэтому торопитесь, обе ссылочки останутся для вас в описании, обязательно туда заглядывайте. Я как человек, который уже присмотрелся, то есть я сейчас не вижу того результата, потому что я изо дня в день их использую, и для меня это постепенное отбеливание. Но люди, которые видят меня не так часто, они могут видеть разницу, и мне реально подписчики писали о том, что они видят разницу, и для меня это было очень приятным удивлением. Это значит, что не просто так я их использую. Если учесть, что мне с моей от природы желтой эмалью, как говорил мне стоматолог, который вы до сих пор вспоминаю, удалось достичь такого результата, я думаю, что у вас определенно точно может даже и лучший результат будет, чем у меня. Мой путь к белоснежным ровным зубам еще только начинается. Если с белоснежностью я уже более-менее как-то уже продвигаюсь в этом направлении, то с ровностью моих зубов пока что еще все делала только в самом начале. Я вам уже говорила о том, что я планирую ставить Invisalign, это капы. Многие за, многие против. Многие говорят, что лучше классических бракет-систем ничего нету, но я просто сама понимаю, что это не мое. Даже если мы говорим не о металлических бракет-системах, а о сапфировых, которые будут именно на передние зубы устанавливаться, в любом случае они дают какую-то толщину. И даже за счет бракетов приподнимается и увеличивается верхняя губа. Я не могу пока сказать ничего конкретного, не могу даже сравнивать, потому что я конкретно это не проходила сама. Если бы у меня был опыт ношения бракет-систем и опыт ношения Invisalign, вот этих вот прозрачных кап, я могла бы уже что-то сказать. Так как этот опыт мне только предстоит, так как я буду проходить весь этот путь вместе с вами. Мне кажется, мы вообще с вами настолько близки сейчас, что даже такими моментами и нюансами я с вами делюсь. Мне кажется, на этом канале я на самом деле намного более открыта и какие-то такие животрепещущие темы поднимаю. На основном канале я бы, наверное, их никогда даже в жизни не подняла, но здесь я понимаю, что у меня настолько доброжелательные, позитивные подписчики, которые меня поддерживают и советуют. И как-то вот так вот все изменения в моей жизни, хорошие и не очень хорошие, воспринимаются так лояльно. Я вот удивляюсь, почему мне так повезло. И на самом деле подарок, потому что заниматься тем, чем тебе нравится, и при этом изо дня в день получать такую поддержку, для меня это, ну, это ценно. Я уже задумывалась о том, по правильной ли я дороге иду, правильно ли я поступаю, потому что у меня была куча возможностей перейти на другую сторону, перейти в более развлекательную тему, уйти от DIY. Это определенно была бы и дорога, которая принесла бы мне больше денег и больше просмотров, но я прекрасно понимаю, что это не мой путь абсолютно. Я сейчас в таком пузыре нахожусь, это как мой обособленный мир, в который я пытаюсь не запускать вообще по возможности какой-то негатив, и то, что меня раздражает, и то, что делает меня несчастной. Я сейчас так комфортно в этом пузыре живу, мне не касаются никакие скандалы, никакие разборки. Я перестала переживать по поводу количества просмотров. Я до сих пор, конечно, переживаю по поводу лайков и дизлайков, потому что для меня это конкретно показатель того, правильно ли я делаю что-то или нет. Но в любом случае, я сейчас нашла свою тему, нашла свою нишу, и мне так комфортно тем делам, которые мне приносят удовольствие. Что-то переделываю, что-то перекрашиваю, какие-то интересные проекты придумываю, какой-то декор, какие-то украшательства. Скоро у нас впереди Новый год. Сейчас горю прям этим, мне хочется быстрее, быстрее, быстрее что-то начать придумывать, записывать планы по поводу новогодних всех этих роликов. Это действительно счастье, что вы у меня есть, что у меня есть возможность творить, делать то, что мне нравится, и получать от вас такую поддержку и отдачу. Поэтому спасибо вам огромное, без вас бы этого бы не было. Я понимаю, что это так важно для девушки, для женщины, чувствовать себя полезной и при этом заниматься тем, что тебе нравится. Это прям комбо. Это вот что-то волшебное. Мы сейчас расплачивали. Многого не было бы в моей жизни, если бы у меня не было канала. Понимаю, что я бы не смогла позволить себе тот же самый ремонт сейчас. Я не могла бы позволить себе тот уровень жизни, если бы у меня не было вас. И это очень ценно. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наконец-то на этой двери у нас появился доводчик. До этого эта дверь постоянно билась об кося, который с этой стороны. А он у нас отштукатуренный, и штукатурка постоянно осыпалась. И вот получается в этот раз, когда устанавливали дверь, которую сейчас я вам покажу, нам поставили вот такой доводчик, который чик-чик, дверь сама автоматически закрывается. Во-первых, она так сильно не раскрывается, и во-вторых, очень-очень плавно закрывается. Я думаю, что это было самым правильным решением, которое мы приняли, потому что, когда Алиса выбегала из этой двери, дверь была нараспашку, она реально билась об косяк, и всё вот так вот лохмотьями. Вся штукатурка осыпалась прямо вниз на пол. Ну, ветер так сильно разыгрался. Вот ещё вот эту дверь нам поставили. Сказали пока, что её не трогать до завтрашнего дня, потому что там пена застывает и всякое разное. Короче говоря, вот у нас вход в дом. Здесь остатки обрезков от монтажников, которые устанавливали дверь. По лестничке поднимаешься, заходишь в дверь, и там у нас тамбур. Тамбур я вам сейчас с другой стороны покажу. Вот с этой стороны у нас тамбур. Посмотрите, какая прикольная плиточка. Плитку, кстати, по-моему, мы... Нет, не вместе с вами выбирали. Я выбирала её, походу, одна. Но мне очень нравится, что у нас таким немножко розоватым оттенком. Вот с этой стороны у нас, получается, при выходе из дома будет шкаф стоять, который мы с вами переделывали, я вам уже показывала. А с другой стороны, вот когда сюда дверь закрывается, здесь у нас будет с этой стороны стоять полка обувная. Сейчас покажу фотографию, которую мы тоже с вами делали. Останется только примыкание плитки к стенке обработать. И мне очень хочется оставить этот кирпич вот таким вот образом. Ничем его не шпатлевать, не покрывать. Просто как следует отмыть, почистить стенку и покрасить в белый цвет вот эту стенку кирпичную. Ну и получается вот эту тоже стенку кирпичную. Правда, тут нужно немножко поколдовать с потолком, немножко поколдовать с пеной, её пену всю эту обрезать. И вот эти вот стенки, вот это и вот это от двери, они все будут в белом цвете. Думаю, кстати, что вот эта стена тоже будет в белом цвете. И вот эта тоже стенка будет в белом цвете, потому что очень-очень маленькое помещение, ну прям катастрофически маленькое. И оно у нас как буферное. Это получается у нас будет как такая промежуточная зона между холодной неотапливаемой улицей и тёплым помещением, в котором будут у нас уже тёплые полы. И вот нужен этот такой небольшой промежуток, вот эта вот буферная зона, чтобы сразу с холодной улицы воздух не заходил в дом в отапливаемый. Мне кажется, что будет всё очень-очень симпатично. Здесь у нас по итогу будет свет. Вот пока что временную лампочку мы здесь вкрутили. Вместо натяжного потолка мы будем здесь делать, скорее всего, что-нибудь гипсокартоновое, потому что гипсокартон у нас остался ещё. И не хочется на натяжной потолок здесь, по крайней мере, в этом помещении тратиться, потому что и так очень накладно весь этот ремонт выходит у нас. И самая дорогая техника ещё не куплена. Стиралка, сушилка у нас ещё на повестке дня, поэтому здесь мы будем обходиться малой кровью, я надеюсь, чтобы ещё сильнее не увеличивать стоимость нашего ремонта. Дверь, конечно, у нас после всех традиционных манипуляций немножечко подзапачкалась, но, думаю, потом, после того, как всё будет закончено, мы хорошенько всё отмоем и всё будет прелестно. У нас теперь, кстати, на каждую дверь практически вот такая связка ключи, и мне, чтобы каким-то образом их различать, я взяла обыкновенные лаки для ногтей и каждую связку, каждый ключ связки пометила. У нас, кстати, в старой нашей квартире очень похожие два ключа были, и мы тоже таким образом обычным лаком для ногтей их помещали, чтобы каким-то образом их можно было различать. Продолжение следует... Не зря мы сегодня полдня оттаскались по магазинам, успели выцепить вот такую вот решётку. Стоит она 15 рублей. Она, слушайте, очень большая. Вот реально, по сравнению с моей ладони, посмотрите, какая. Сюда, наверное, влезет килограмма три мяса, если не больше. Может и меньше, но я, короче, ещё не проверяла. У неё достаточно такая вот основательная ручка. У нас была решётка купленная в евроопте, по-моему, рублей за 6, без бортиков. Из неё постоянно то колбаски, то лаваш вываливался, когда переворачивали на костре. Поэтому мы решили уже взять и купить вот такую вот большую. Но она реально большая. Мы, кстати, не в магазине покупали, а просто на рынке. Обычный металл, даже не нержавейка. Посмотрим, как он будет служить нам, как эта решёточка будет в действии. Но пока, в принципе, она достаточно такая основательная, тяжеловатая. Практически всю эту неделю вот мне серьёзно даже не хотелось камеру брать в руки и снимать себя, потому что наступила осень, у меня просто реально рухнул весь иммунитет, и у меня выскочил герпес на губе. И меня это настолько бесило, что я вот реально не могла на себя смотреть. У меня до сих пор остался небольшой след, но я уже более-менее пришла в себя. Мне, кстати, в Инстаграме очень много разных советов присылали в директ, как этого пришельца выгнать, как побыстрее вылечиться. И самым частым советом по этому поводу было пропить ацикловир по инструкции, как там написано в пачке, и сверху мазать ещё мазью ацикловир. Что я могу сказать? Таблетки куплены, инструкция изучена. И если даже учесть, что я начала лечение именно по такой системе, уже практически на исходе этой своей болячки, я думаю, что это необходимо сделать. До этого я брала, наносила на герпес Завиракс. Говорят многие, что это очень хорошая мазь. Но потом я купила к таблеткам ацикловир ещё и мазь. И как-то сейчас комбинирую всё это. Кстати, очень многих метров вот эти вот ручки, которые неровно у меня расположены, не по франшу. Для перфекциониста это просто какой-то ад. Я это прекрасно понимаю. Но я на это уже научилась не обращать внимания. Что я хотела вам рассказать? Я хотела сейчас с вами сделать несколько заказов на Алиэкспресс именно к новогоднему нашему периоду. Потому что если учесть, что сейчас уже 7 октября, у нас осталось до нового года, ну где-то 2, чуть больше, чем 2,5 месяца. Надо побыстрее решать все вопросы с заказами с Алиэкспресс, потому что, скорее всего, всё это будет идти долго. Потому что начнётся сейчас предновогодний сезон, и заказов будет очень много. Нам этого нужно избежать. И ещё наболевшим. Камера постоянно теперь теряет фокус. Скорее всего, мне придётся её менять. Это у меня Canon G7X Mark II. Говорят, что третий Mark III. С фокусом вообще там беда, поэтому я не знаю, если честно, что мне делать. Без понятия. Примерно где-то полтора года назад мы купили DJI Osmo. Она, кстати, сейчас осталась у Кирилла в Америке, если быть откровенной. У нас она недолго проработала, потому что Алиса уронила её на асфальт, и нам пришлось её менять, чинить. В принципе, как вариант такой влоговой, очень мобильной камеры, она мне нравится. И, возможно, я себе такую куплю, закажу, но я думаю, что это будет уже ближе где-то к Новому году. Может, сделаю себе такой подарок на Новый год. Вот, хотя у меня помимо этого ещё куча разных хотелок. Не знаю, хватит ли у меня на всё это денег и возможностей, потому что сейчас все деньги реально уходят на ремонт. Сейчас мы вместе с вами, короче, кое-что сделаем. Первое, что мы с вами сейчас сделаем, это мы зайдём на SmartySale, потому что у меня сейчас там уже накопилось больше 5 долларов, и что они просто так будут лежать, мы сейчас их с вами вместе выведем. Потом потратим на что-нибудь новогоднее, то, что я как бы, в принципе, и собиралась сейчас покупать. Вот вы, если вы видите, за всё время, пока я пользуюсь кэшбэк-сервисом SmartySale, я уже смогла накопить 88 долларов, даже чуть больше, и 380 рублей России. Сейчас мы с вами эти 5,6 долларов возьмём и выведем. Я буду выводить их через Яндекс.Деньги. Мне, в принципе, это всегда проще всего делать. Можно как бы вывести ещё на мобильный телефон, на WebMoney, на Kiwi и даже на карту. Так, выводим с вами сначала денюжки. Оно, я думаю, в течение минут 2-3 придёт точно. Денюжки уже пришли мне на счёт. Можно смело приступать дальше к покупочкам. Я вам покажу, что я уже покупала. Я знаю, что многим такое интересно, потому что мне, в принципе, тоже интересно посмотреть, что люди заказывают на Алиэкспресс. Ну, буквально недельку назад я заказывала шары. Шары я заказывала для дня рождения Алисы, потому что он у неё уже через месяц примерно где-то будет, и я очень надеюсь, что они успеют прийти вовремя. Также заказала вот такой вот рождественский набор. Это, скорее всего, фанера. Это типа фанерной вырубки. С этим всё понятно. Идём с вами дальше. Сейчас я поделюсь теми заказами, которые я делала в последний месяц, и вместе с вами потом, наверное, ещё что-нибудь закажем. Вот такой вот ещё набор со звёздочками. Он тоже идеально подойдёт для детского альбома. Они все здесь разного размера, и их здесь 100 штук. Это вот такой вот шнур. Я брала вот такого вот красного цвета, красно-белого, потому что это классическая новогодняя тема, классическое сочетание цветов, поэтому я и взяла. Ещё я взяла вот такой вот набор с цветочками. Здесь их 144 штуки в упаковке. Диаметр каждого цветочка где-то около полутора сантиметра будет. Я брала, по-моему, золотой и серебряный, если я не ошибаюсь. Набор это уже для новогодних венков. Тут разные тычинки, похоже что-то на ягодки, какие-то цветочки такие золотом покрыты. Я думаю, что идеально просто подойдёт для новогоднего веночка. Вот эти крючки, кстати, скоро должны мне прийти. Я планирую их использовать для того, чтобы вешать на них потом какие-то цепочки, браслетики. Таких наборов, кстати, с крючками здесь я нигде найти почему-то в Белоруси не могу. Меня это всегда очень расстраивает, потому что нужную фурнитуру приходится заказывать с Алика и ждать больше месяц. Заказала также ещё вот такой вот набор стикеров. Здесь 50 штук. Потому что у меня, сейчас покажу вам свой компьютер, свой ноутбук. Мои все стикеры уже пооблазили. Плюс к этому они изначально были, как вам сказать, они не виниловые были. Они были на бумажной основе, только покрытие сверху у них было такое глянцевое. И они со временем начали расслаиваться и отклеиваться. Поэтому я заказала именно такие вот виниловые. Не знаю, что придёт на самом деле, но я надеюсь, что придут хорошие стикеры, потому что я хочу обклеить свой ноутбук. Я, наверное, вас уже со своими заказами заболтала. Давайте сделаем небольшой перерывчик. Я что-нибудь другое вам расскажу, покажу. А мы с вами уже чуть попозже вернёмся к моим заказам новогодней тематики и вместе с вами сделаем заказик. Никуда не переключайтесь. Сейчас забралась в туалете. Поговорить с вами чуть-чуть. Короче говоря, всё нормально. Никаких осложнений на груди у меня нет. Всё хорошо. Слава богу. Я после похода к врачу с вами не поговорила как следует, но самое главное это то, что у меня ничего нету, в груди ничего не нашли. Я специально прошла полностью весь комплекс УЗИ. Это было УЗИ молочной железы, щитовидки, брюшной полости и органов малого таза. То есть 4 было разных УЗИ. И всё в порядке, всё замечательно. Мне подсказали по поводу боли, которые меня беспокоят. Скорее всего, это из-за того, что я постоянно сижу, постоянно работаю именно в сзачем положении. Какой-то нерв даёт о себе знать просто. Мне назначили тут кое-какие анализы, которые мне нужно сдать. Там ещё на обратной стороне кое-что есть, но это более личное всё-таки. В ближайшее время я поеду в лабораторию, сдам все свои анализы. Я обещала вам, что мы с вами вернёмся к моим заказам с Алиэкспресс. Поэтому давайте-ка мы сейчас заглянем в мою корзинку. Кое-что, как я уже говорила и показывала вам, для Нового года я уже заказала. Во-первых, я хотела заказать вот такие вот классные очки для Алиски. Скорее всего, к ней ещё приедет её дядя. Но они по возрасту немножко рядышком находятся, поэтому им вдвоём будет классно в таких очках гонять. Также хотела заказать ещё вот такую пачку с трубочками. Это бумажные трубочки как раз для новогодних коктейлей. Ещё я хочу заказать вот такие вот две упаковки. Ну, два рулончика с... как это называется? Короче, мешковиной. Они разной толщины. Одна 4 см, другая 6 см. Ещё вот такие вот ангелочки. Ангелочки идут тут в двух цветах. Серебряный и золотистый. Их 6 штук в наборе. Я очень хотела бы всё-таки, наверное, заказать не настоящий, а искусственный эвкалипт. И здесь получается 10 веточек. 368 российских рублей они стоят. У меня общая стоимость заказа 1400 российских рублей. У меня ещё в планах много чего для заказов с Алиэкспресс. Но пока что вот конкретно это мы с вами закажем. Ну всё, заказ сделан. Мне иногда кажется, что новогодние покупки, они прям, ну вот, самые такие вот... Ну вот, я не знаю, самые приятные. Не знаю, только у меня так или нет, но я всегда очень сильно жду Нового года. Даже не празднования его, а именно подготовки. Когда у тебя есть возможность нарядить огромную ёлку, подобрать шарики. Я, кстати, уже начинаю коллекционировать шарики стеклянные. И в этом году я снова планирую выполнять запасы своих стеклянных шаров, именно коллекционных. Боже мой, это так приятно. Я не знаю. Я уже поняла, что многие вместе со мной точно так же ждут Нового года. И мне кажется, что это самый классный праздник. Я даже день рождения свой так не люблю, как Новый год. Мне кажется, что это просто волшебный праздник. Я не верю в волшебство именно такого плана сказочное. Но точно знаю, что в этот период какие-то интересные изменения происходят, волшебные изменения. Завтра я выезжаю в Минск. Будет очень напряжённый день. Не знаю, смогу ли я это всё поснимать. Но я в любом случае возьму вас с собой. Потому что я думаю, что помимо всех этих врачебных дел, у меня будет ещё куча интересных посещений. Я думаю, схожу в какие-нибудь магазинчики с вами. Интересные какие-нибудь вещи для творчества мы с вами посмотрим. Я в арт-территорию больше не пойду. Потому что он реально очень дорогой, этот магазин. И там такой маленький ассортимент. Поэтому я туда уж точно определённо не сунусь больше. Только если за какими-то сугубо такими специализированными товарами, которых в других магазинах я не смогу найти. Там очень классные большие листы ватмана, плотного картона разного цвета. Такого размера, которого в других магазинах я, скорее всего, не найду. Кстати, по поводу заказа Simuland. Небольшой апдейт. Я сегодня звонила в Россию. Потому что вчера было 6 число. А это, получается, приблизительный, боже мой, это уведомление по поводу заказов на Алиэкспресс. Не приходят на ящик, на почтовый. 6 число. Вчера была ориентировочная дата доставки моего заказа. Никто мне не позвонил. Никто мне не написал. Я сижу и думаю, какого хрена происходит? Почему у меня нет до сих пор моего заказа? Заказ достаточно большой. На достаточно крупную сумму денег. И просто, извините меня, просрать эти деньги мне очень не хочется. Поэтому я сегодня звонила в их клиентскую службу. Вот я разбиралась, в чем прикол. Они мне сказали, что у нас как бы в Слуцк... А я выбрала именно этот пункт доставки, потому что он ближе всего ко мне находится. У нас машина в Слуцк ездит раз в месяц. До этого машина уехала 24 числа. Как раз за день до совершения вами заказа. Поэтому в следующий раз приедет машина в Слуцк 24 октября. А это значит через 3 недели. Я так... Интересно, почему тогда об этом никто не написал. Ориентировочное время доставки абсолютно никаким образом не совпадает. Даже примерно той даты, на которую будет фактическая доставка осуществлена. Что за фигня? Говорю, каким образом мы можем решить этот вопрос? Потому что так долго ждать я не хочу. И все, что мне смогли предложить, это перенести пункт самовывоза из Слуцка в Минск. Так как в Минск я достаточно часто езжу, у меня есть возможность забрать свой заказ оттуда. Но они могут позвонить мне только за день до предполагаемой даты доставки. Ориентировочные даты доставки в Минск, в этот пункт самовывоза, это 14, 15 и 16 октября. То есть вот эти 3 даты. Каким образом мне планировать свое время и свои дела? Я не знаю. Так, короче, у меня очень много вопросов по этому поводу. Можно было, конечно, выбрать другой вариант доставки. Самый бюджетный вариант доставки, так как это международная доставка, была именно выгрузка из машины. То есть приезжает машина и тебе выдает твой заказ именно на руки. То есть тебе не на почту приходят, не курьер доставляет, а именно ты приезжаешь в назначенное время к машине, разгружают ее и тебе выдают твой заказ. Стоила эта доставка мне 77 российских рублей. Самая бюджетная доставка как почты 750 российских рублей. Это немаленькие деньги. Был еще один вариант доставки. Там что-то вроде около 4000 российских. Я такая, я, конечно, все прекрасно понимаю, но, пожалуй, я откажусь, потому что мне практически столько же, сколько я заплатила за заказ, за доставку платить не хочется. Поэтому ждем. Я скрестила пальчики. Мне предстоит еще ровно неделю ждать свой заказ. Я очень надеюсь, что все придет в целости и сохранности, что мне придет все, что я заказала, без каких-либо там перетурбаций. Поэтому ждем. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я экстренно прям выезжаю сейчас в МИЗ, чтобы не опоздать. Из радостных новостей наконец-то мне пришел переходник с Type-C на 3.5. Я теперь могу свою любимую музыку слушать и в машине тоже. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот этот переходник. Получается, здесь у меня Type-C в мой старенький Xiaomi подключается. И здесь переходник на 3.5. И провод идет аж прям вот туда, в мой подлокотник. И я сейчас буду слушать музыку. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. Приехали заправляться Моя малышка ездит и на газу И на бензине, но я предпочитаю Заправляться газом, потому что это дешевле Ну примерно в два раза дешевле получается Чем в 95 заправляться Когда заправляешься газом, нужно обязательно открывать вот так вот Капот, а заправка, кстати Вон там Где-то там, короче Смотрите продолжение в следующей части Мы с вами сейчас в строймаркете Я иду за краской А еще мне нужен обязательно корневин Потому что Олечка передала мне Саженцы и мне их срочно надо пересаживать Взяла вот такую вот белую красочку Мою любимую Сейчас будем сапывать Ну что я совершила набег на магазин У нас здесь наконец-то появились Шампиньоны На акции я покупала По 3,99 белорусских рубля За килограмм Они обычно были около 5,99 А сейчас прям вообще очень-очень выгодная такая покупка Поэтому я набрала их очень много Ну прям на самом деле очень много Потому что мы будем делать что? Мы будем их резать и в пакетики замораживать Потом зимой спокойненько кушать Так, из интересников на акции были вот такие вот еще гели Для душа купила 3 разных вида Так, еще вот такие вот йогурты Тоже по 50% скидки там сейчас на все Макароны вот такие вот тоже Акция была на них 50% скидки У нас называется здесь в Радуге В нашей Слуцкой Эти вот скидочные дни Называются хапун Вот эти вот взяла еще Печенки Ну и чай Без чая никуда Попробовать решила вот этот вот Блюберитар Тут у нас черный чай с черникой и лавандой И еще вот такой взяла Мой любимый Он на основе гибискуса То есть он будет красненький А еще на акции, короче, было вот такой вот кофе Короче, на все, что я брала Было практически 50% скидки Таких я взяла 3 штуки Еще на акции были Несквики вот эти 50% скидка на них была И еще вот такие вот Киткат Трио Таких я взяла 3 штуки А таких, по-моему, 10, если я не ошибаюсь Ну, короче, сладости никогда не бывают лишними А еще такие конфетки взяла Возможно, я бы это и не взяла, если бы у меня было скидки Но так вот мозг работает Человека, что я накупила Короче, на 120 белорусских рублей Сегодня продуктов Так, ребятушки Наконец-то пришло время Выбрать нам с вами победителя Я вставила ссылку на видео, в котором у нас разыгрывался краскопорт И сейчас мы будем искать Искать, 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 выбирать победителей Быстренько сейчас все это посчитается Так, здесь список подписок скрыт Поэтому идем дальше А в этом случае я не могу проверить Подписан человек на канал или нет Так что это в следующих розыгрышах Вам нужно будет учитывать Обязательно открывать список подписок Хотя бы на время конкурса И здесь тоже И здесь Люди, посмотрите, сколько людей уже просто пролетело И тут Отлично Вика Аленина Или Аленина Поздравляю Обязательно напиши мне в директе В инстаграм Я еще продублирую Ник в описании И в прикрепленном комментарии Чтобы сразу человек смог увидеть Что выиграл Короче, жду сообщения в директ В инстаграме Или сообщением вконтакте Обязательно напишите Чтобы я смогла С вами связаться И вручить подарочек Что ж, ребятушки Раз пошла у нас уже такая пьянка То мы разыгрываем следующий подарочек У нас в этот раз Вот такой вот ежедневник Он привезен мной из Америки Я такой же использую Для своего личного дневника Мне очень нравится обложка Такая нежно-нежно-пудра розовая Believe in your dreams И такой прикольный единорожка здесь Мне нравится, что здесь просто линейки Можно использовать его Как записную книжку Можно использовать его Как личный дневник Короче говоря, кому как больше нравится Условия будут такие Подписка на канал Лайк на это видео В комментариях Написать любой комментарий И обязательно оставить свой профиль В инстаграм или вконтакте Чтобы я смогла с вами связаться потом Потому что очень трудно связаться с победителем Если он свои контакты не оставляет Так что давайте Дерзайте У нас еще много подарочков впереди Беру пакеты, которые я привезла с собой Из Минска Сейчас мы с вами все это будем Дело распаковывать Здесь у меня материалы Для рукоделия Он находится в Немеге Я вам показала Где конкретно какой павильон Когда я покажу вам чек Вы уже сами решите Стоит оно того или нет Начнем с вот этого Сейчас я все это распакую Это у меня лагурус Вот такой вот мохнатенький Это по-моему овес И вот два букетика с лавандой Пахнет она просто потрясающе Вот такую вот веточку я купила За 6,5 рублей Мне очень понравилась она Потому что она такая вроде как будто заснеженная Отлично подойдет для новогоднего веночка Дальше я буду показывать вам Сейчас все достану Из этих вот органических сухоцветов И покажу вам все Так, начнем вот с этого Это у нас Продипац Стоило вот такой вот пакетик Два рубля Здесь три, по-моему, вот таких вот лепесточка Покрашенных золотым немножко И посыпанных золотистыми блестками Следующие у нас идут Два вот таких вот цветочка лили И они пока доехали У меня, по-моему, два лепесточка обломались Каждый из них стоил по рубль 20 белорусских копилок Следующее, что я брала Это вот такие вот древесные грибы Не каждый стоил по рубль Этот рубль и шесть Этот рубль и пять Смотрится очень интересно Они тоже покрашены в золотой Дальше это срезы люфы Здесь у меня в этом пакетике шесть штучек Три с половиной рубля стоили Это лотос Скорее всего, они чем-то покрашены Не знаю, но мне сказали, что трипофобы Явно будут не очень довольны Видеть такие конкретно вот такие вот сухоцветы Потому что смотрится, ну, жутковато, соглашусь Но мне для моих целей в самый раз подойдет Купила два вот таких вот пакетика с корицей Стоил каждый пакетик три рубля Здесь достаточно большие Такие толстые палочки Мне как раз для аромата моего новогоднего венка Будет в самый раз Коконы, не знаю, как это называется Короче, такие штучки закручены из тонких-тонких веточек Тоже для моего веночка Еще звездочки Аниса я купила Один пакетик стоил полтора рубля Еще что я взяла Это я взяла вот такую вот вырубку из фанеры Миллиметров пять, наверное, она И здесь вот такие вот разные снежиночки Всякие разные штучки, маленькие заготовочки Во-первых, для детского альбомчика мне подойдет Во-вторых, для новогодних поделок точно подойдет Это, в принципе, последнее, что покупала в том магазине Это вот такие вот ягодки красненькие Два вот таких вот пучка Вот такие вот ягодки, как будто подмороженные Заиндивевшие Вот такие вот золотистые бобочки Тоже мне для моего веночка новогоднего подойдут И маленькие вот такие вот миниатюрные Совсем маленькие, видите, по сравнению с моей ладошкой Такие вот шарики Это пластик, хотя там почему-то было написано, что это стекло На стекло совсем не похоже Короче, за всю красоту, которую я вам сейчас показывала Я заплатила 71 белорусский рубль Это примерно вот столько вот в долларах Вот здесь вот я вам напишу цену Я бы не сказала, что это дешево Это прям вообще не дешево И, в принципе, в наших рукодельных магазинах Оффлайн покупать все это очень невыгодно Потому что те же самые вот такие вот штучки За ту же цену, за которую я покупала Вот такой вот один пучок Я могла купить таких 10 И, в принципе, вот все вот такие вот штуки И искусственные цветы Кстати, даже лагурус на Алиэкспресс продается И вот такие вот всякие разные цветочки, которые, в принципе, стоят по доллару Мне кажется, по полтора Можно это спокойно покупать на Алиэкспресс Короче, я не очень довольна ценами Но как есть, так есть Просто я боюсь, что я не дождусь посылочки с Алиэкспресс Новогодние свои к назначенному сроку Поэтому я купила кое-что заранее Именно здесь офлайн Забыла показать, что в этом магазине Я еще купила клеевые стержни Каждый стержень стоил по 70 копеек У меня здесь три разных аромата Это кофе мока, коньяк и ваниль Коньяк меня практически заставили купить Потому что я планирую делать ароматические свечи И человек очень захотел получить именно кофе с коньяком Посмотрим, что у нас в итоге получится Не уверена, что что-то путное получится Но надеюсь, что что-нибудь нормальное Все-таки выйдет из того проекта, который я задумала Каждый пузырек стоил около 3 белорусских рублей Как я поняла, на килограмм массы Так как это кондитерские ароматизаторы Нужно около 10 капель На свечке, думаю, еще меньше понадобится